Новый пакет помощи от Вашингтона на сумму 250 миллионов долларов включает в частности ракеты для ПВО, боеприпасы к системам «Хаймарс», артиллерийские снаряды, средства разминирования, противотанковые комплексы и ракеты, а также более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию и машины скорой помощи. Государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что США и дальше будут помогать Украине. Мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя. Ежедневно Россия продолжает вести жестокую захватническую войну, вследствие которой погибло множество мирных жителей Украины и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Энтони Блинкин – государственный секретарь США на сайте Государственного департамента США. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американский народ, Конгресс и президента США Джозефа Байдена за предоставление Украине нового пакета оборонной помощи. Артиллерия, ракеты, боеприпасы для хаймарсов, оборудование для разминирования – то, в чём нуждаются наши воины. Свобода нуждается в защите. И эта защита крепнет. Владимир Зеленский, президент Украины в соцсети X. Вашингтон рассматривает несколько вариантов усиления западной поддержки Украины. По данным The Washington Post, речь, в частности, о кассетных боеприпасах для реактивных систем залпового огня. Они могут поражать цели дальше, чем артиллерийские версии, которые начали поставлять в прошлом месяце. «Эффективной работой против живой силы как раз будет расширение спектра этих кассетных боеприпасов. Мы видим, что наши западные партнёры также высоко оценивают эффект от их использования. И надеемся, что этот психологический аспект и эффект физического уничтожения живой силы врага, он как раз и побуждает наших партнёров в дальнейшем поставлять нам больше боеприпасов». Истребители F-16, которые начнут поступать в Украину уже через несколько месяцев, станут частью этой концепции. В то же время, по данным The Washington Post, официальные лица США также обсуждают с союзниками возможности поставок и других систем вооружения. А кроме того и обучение личного состава ВСУ. В список передачи вооружения Киев хотел бы добавить системы Атакмс. Однако в Пентагоне пока отказывают, ссылаясь на их недостаточное количество. «У них много артиллерии. Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня GMLRS. А британцы предоставили другие типы возможностей. Поэтому они получили много артиллерии, но Атакмс является противоречивой темой. И по многим причинам они их до сих пор не получили. Вопрос не закрыт. Президент Байден не сказал ни нет, ни да». В США также отметили, что украинским вооруженным силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов, которые готовили в течение многих месяцев. Также там подчеркнули, что результатом войны должна стать свободная, суверенная и независимая Украина, сохранившая свою территорию.